Книга «Открытый Моком» 8 том. Сема канонизации. Вопрос 2094. Чем было вызвано такое стремление к удалению от людей? Это почти у всех, кто канонизировал после I века. Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. На примере только одной биографии житья можно увидеть, что все это плоды потери авторитета Слова Божия. Господь сказал идти в мир и нести людям эту благую весть. А эти люди решили мир повернуть к себе, чтобы их искали на горах, в теле, в дуплах и под землей, в норках, в пещерных и сеансах, в подземном благовестии. И у них были такие были таланты. И у них такие были таланты. Даже там они сумели так много сделать. И когда они выходили из-за дворота вокруг них иногда, все покорялось их силе. Значит, зарытого от этой пещерной философии было не перечень. Там талантов столько погребено, что всем золотоискателям хватило бы. Псалом 54, 7. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Кавычки закрыты. Вписывается только жития тех пустынников в рамке Евангелия, когда на них шли войной. Лука 11, 49. Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. А в Ксентии память 4, 14 февраля царственная Феодосия младшего в Царьграде при дворе царском занимал важную должность один благочестивый муж, сын Адды Персиянина по имени А в Ксентии. Он был всегда всеми почитаем, как вельможа, хорошо знающий божественное писание, а также известкие науки и как человек, известный своими добрыми делами. А в Ксентии оставил суету, славу и волнение сего мира и стал воином небесного царя Христа, приняв иноческое пострижение. Стремясь к безмолному житию, он оставил многолюдный город, отправился в Вифинию и пришел на одну пустынную гору, называемую Аксия, которая находилась в десяти стадиях от Халкидона. Понравилось ему то место, и он зашел на холм и воздес свои святые руки, стал там прославлять Бога, говоря. Псалом 4.9. Аксентий был знаменитым членом собора, отличаясь своей мудростью и чудесами, своей правой верой. Невозможно было переспорить его, так как он хорошо знал все священное писание. Одним словом к нему применимо написанное Лука 2.4.19, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом. И всем народом, кавычки закрыты, утвердив на всем соборе вместе с прочими святыми отцами истину православную веру, святой Аксентий снова возвратился на свою пустынную гору, свою уединенную келью. Даже находясь в своей келье, он оказывал вселенной большую пользу, подавая пример добродетельного жития, а также своими духовными поучениями, которыми наслаждались все приходящие к нему из разных стран, равно как удивлялись и творимым им чудесам, своими прозорливыми отчами святой Аксентий и далекое видел с такой ясностью, как бы оно находилось пред ним, мог видеть и бестелесных блаженных духов и души праведников.